Приветствую, друзья! Вы на канале OnlyTopGames, с вами Громбал, и мы продолжаем выживание в первой оригинальной сабнатике с полной озвучкой от студии Game Voice. Ну и по традиции, каждое начало серии я начинаю с прослушивания радиосообщения, чтобы оценить ту самую русскую озвучку. Но так как сообщение уже давненько не приходило, продемонстрировать могу вам её вот таким образом. Добро пожаловать на борт, капитан! Добро пожаловать на борт! Ну и все сообщения, в общем, здесь озвучено, в принципе, всё. Транспортные средства, кофемашины, да в принципе всё. Всё, что есть, как бы существа, все диалоги, всё здесь озвучено. Будем смотреть по ходу нашего выживания. Ну и чем же мы будем заниматься в этот раз? Как я и обещал, мы, друзья, будем обустраивать наш циклоп, конечно же, как меблировочкой, так и полезными модулями. И будем готовить его к дальнему путешествию, как минимум в затерянную реку. Ну и дальше по сюжету, чтобы мы с вами могли идти. Ну и, конечно же, продолжим заниматься и развивать нашу уникальную базу, расположенную прямо на грибе. Но перед началом я хочу посоветовать игровой канал Monster Play. Его автор снимает интересные игры, выживает в дикой природе, гоняет на машинах, стреляет из оружия и не только. Вы видите ролики по таким играм, как Scrap Mechanic, Stranded Deep, The Forest, Subnautica, Subnautica Below Zero, а еще он проводит стримы. Так что залетайте, подписывайтесь и передавайте от меня привет. Ссылочка на канал Monster Play в первом закрепленном комментарии. Специально, друзья, вам показал, что я здесь не один. К моей базе очень стали близко подплате рифа спины и даже вот этот электрический угорь решил меня здесь посещать. Если что, я его, конечно же, отважу. У меня, в отличие от Subnautica Below Zero, здесь есть чем. Ну а кто не понимает, о чем я говорю, пересмотрите серии новостей и прохождения по Subnautica Below Zero. Тоже есть на канале, все в отдельных плейлистах. Ну и, друзья, как вы знаете, у нас прохождение интерактивное. Это значит, что именно вы влияете, участвуете на ключевые моменты нашего геймплея. И в прошлый раз мы с вами... Бесится, бесится там кто там. Мы с вами создали вот такой вот крабецкий. Назвали его и покрасили, вернее, я предложил 4 варианта, 4 группы варианта, как можно было это сделать. И вы выбрали, друзья. И, если честно, вы меня просто поразили. Я не ожидал, что вы выберете тот вариант, который победил, из-за которой проголосовало целых 55% подписчиков и зрителей. Ну что же, давайте это и воплотим. Добро пожаловать на борт, капитан. Добро пожаловать на борт, капитан. Итак, за какой же вариант... Блин, припаркуйся, ё-моё. За какой же вариант отдало предпочтение 55% зрителей? Я сейчас вам продемонстрирую. Ну, точнее, группу вариантов, потому что был не конкретный вариант. И, друзья, вот такой вот. Да, блин, кто здесь плавает? Кто здесь плавает? И меня пугает просто, блин, над головой. Короче, друзья, это вариант, как вы понимаете, первой группы. И назывался он ниндзя, либо кайдзю. Понятно. Приплыла снова песчаная акула и снова зараженная болезнью хора. С одной, я помню, мы уже с вами разбирались. И если будет доставать меня и эта акулка, значит, пойдёт и она под нож, да? Ну, ты же не будешь меня доставать? Ну, пока что решила не доставать. Окей. Друзья, в общем, почему я удивился? Потому что вариант тёмный на самом деле. И я боюсь, что я потеряю этого Коробецкого где-то в глубоких пучинах и глубинах. Не, вы посмотрите. Она меня, друзья, напрягает. Она меня здесь немножко как бы напрягает. А вы знаете что? А знаете что? Давайте нашего ниндзю сейчас прям и испытаем. Чтобы она здесь, в принципе, не это, не расслабляла. Эй, блин, стоять. Так, акулка. Она же заражена, друзья. Да, правильно. Поэтому мы её просто тупо сейчас вот спасём. Да я по-любому. Я уверен, что мы её возьмём и спасём. Так, иди, иди, я тебя буду спасать. Ну, спасать мы её будем, конечно же, друзья, буром. Вот так вот мы её взяли. Уже, уже спасли или нет? Сейчас, сейчас, сейчас мы будем её спасать, друзья. Просто она не даст мне нормально возле базы находиться. Давай отсюда, давай, 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 давай. Что, её добивать, не добивать? Или просто пусть она отсюда уплывёт? А то начнутся в комментариях. Вот, ты убил существо. Вот, ты такой жестокий. Вот, посмотрите. Я ей дал возможность уйти. Ещё одна акула. Нифига себе. Да. А в общем... Вот видите? Вот, видите, как они отблагодарили за доброту мою душевную. Вот, посмотрите. Втроём нападают. Втроём, блин. Но, тем не менее, она ушла. Окей, друзья. Почему я удивился этому варианту, как я и сказал? Потому что он темноватый. Он тёмненький. Единственное, что его спасает, это, конечно же, светлые полоски. Ну, да ладно. Раз проголосовали, значит всё. Значит, будет у нас так. И нам осталось единственное, друзья, определиться, какое же будет название у этого Коробецкого. Там было два варианта, друзья. И подтвердите свой выбор в нашем следующем голосовании. В общем, вариант номер один будет называться Ниндзя. Так же, как он сейчас выглядит. Вот такой тёмный. С жёлтенькими, блин. Вот так вот жёлтый цвет плоховато видно. Но, короче, это жёлтенькие полосочки. И вариант номер один Ниндзя. Ну, и вариант, друзья, номер два. Немножко добавил зелени. Полосочки такие стали немножко зеленовать. И будет называться он Кайдзю. Что же значит Кайдзю в переводе с японского? Потому что у нас пошла вот такая вот тематика. И во всём виноват, скажем так, первый мотылёк, которого мы с вами назвали в честь рыбки. Я его вообще-то называл в честь рыбки в сабнатике Камиказе. Красно-чёрный и с жёлтым названием. Потом у нас вышел Самурай. Опять же, по вашим заявкам, скажем так. Ну, и теперь уже раз, чтобы соблюсти эту тематику, третье транспортное средство должно быть в тему, скажем так. И вот вариант Кайдзю. И Кайдзю означает, друзья, в переводе с японского монстр. Ну, или антимонстр. Потому что именно он у нас будет противостоять самым агрессивным хищникам. Потому что только он это может сделать. И, как вы заметили, я переставил бур и захват на другую сторону. Мне так показалось самой более удобной. Правой кнопочкой мыши теперь у меня присоска. Левой кнопкой мыши бур. Я его уже успел испытать. Бурит ресурсы просто отлично. А для чего же я набурил куча, куча, друзья, ресурсов? Меня вот беспокоят эти рифоспины. Если они будут плавать по поверхности, вот как он сейчас, тогда проблем нет. Но если ты опустишься ниже, посмотрите, какой он красавчик. Я его так, в принципе, никогда особо не рассматривал. А вот сейчас вот поту. Посмотрите, друзья. Здесь он заглатывает воду, я так понимаю. Фильтрует, питается, я надеюсь, планктоном. Мелкими какими-то беспозвоночными. И где-то сзади альтфильтровывают эту воду и выбрасывают. Рифоспин левиафан. Вот здесь есть описание, кому интересно может посчитать. Ну и в конце должны быть выводы. Является домом для растений, мелкой рыбы и богатых металлами моллюсков. Интересно, у него здесь есть чего-то интересненького и припасенного. Я только что видел значочек сканера. Возврата раковинник. Видите, вот такую вот флору мы с вами еще не сканировали. Что здесь есть? Что ты мне принес еще? Смотрите еще. Румяная колыбель. Чудесно отсканировал. Он мне принес растения, которые мы с вами не сканировали. Но, конечно, лучше бы он мне принес какие-то полезненькие ресурсы. Так, так, так. Разломать моллюска. Ну и что мы получили? Давайте еще разломаем. И что у нас получается? А ничего. А ничего. Кстати, вот посмотрел только что в свой... Кстати, посмотрите. У него даже есть мозговой коралл на нем. То есть, в принципе, на нем можно, друзья, плавать. Стоять над кораллом и просто путешествовать по карте с бесконечным запасом кислорода. Ну-ну-ну-ну. Давай нас пополни. Пополни нас. Пополни. Короче, друзья, вот как-то так. Давайте еще что-то. Что здесь было еще? Вроде все. Так, не будем заморачиваться на рифа спина, который к нам пожаловал на базу. И, друзья, продолжим развитие нашей базы. Как я и обещал, будем обустраивать сегодня циклом. Но у меня здесь появилась небольшая идейка. Да что ж вы ко мне зачастили? Не, ну вы посмотрите. На мои грядки он все зарятся на все мое. Ну, ну, е-мое, вот как так? Так, раз, два, три, четыре. Мембранное дерево. Вот здесь надо все хозяйство мое, все, блин, занимаюсь, выращиваю, все, блин, обеспечиваю. Так, друзья, как я и сказал, у меня появилась интересненькая идейка. Хотел ее проверить. Кто-то когда-то писал в комментариях еще в первом сезоне выживания бросить в аквариум металлолом. И таким образом, а нифига. А я хотел бросить, значит, в аквариум металлолом и таким образом получить производство, как вы понимаете, зубов сталкера. Хотел схитрить, но не тут-то было. Так просто это все дело не получится. Кстати, давайте покушаем, попьем. Воспользуемся нашим вот таким вот водным лифтом, как мы с вами придумали. Да, можно быстренько вот так вот перемещаться снизу наверх. Попаду в свой ботанический сад, быстренько вот так вот выпью бутылочку, скорее всего, так будет, наверное, проще. И закушу быстро лампиончиками. Хотя это не самое мое любимое растение. Обожаю луковые деревья, потому что они восстанавливают и воду, и еду. Все, друзья, короче, раз с производством металлолома и, вернее, зубов сталкера у нас не получилось, значит, тогда перегоняем это все дело просто в титан. А титана нам понадобится очень и очень сегодня много. Просто целая гора титана. Я думаю, вы уже догадались для чего. Но и кто не догадался, сейчас вы увидите, для чего же, собственно, нам понадобится куча титана. Как я и сказал, мы сегодня будем, друзья, готовить вот этого красавца в дальние путешествия. И будем его прокачивать по самому максимуму. Это значит, что нам его полностью нужно обустроить и сделать необходимые модули. Ну и начнем... Добро пожаловать на борт, капитан. Все системы активны. Добро пожаловать на борт. Ну и начнем мы, друзья, конечно же, с циклопа. И самое первое, что строят, наверное, 99% пользователей. И его, я надеюсь, вы тоже попали в их число. Это, конечно же, настенные шкафы, без которых просто никуда. В общем, здесь можно втулить очень много. Но я постараюсь сделать это не сильно наброситься. Как бы, чтобы все поместилось и все было аккуратненько и красивенько. В общем, вот так вот берем и начинаем застраивать. Ну что, друзья, вереница шкафчиков закончена и готова. Я особо здесь не жадничал. Расстояние между ящичками можно было сделать поменьше. Тогда бы ящичков, соответственно, получилось побольше. Но я не наглел. Как бы здесь знаю, да, что можно построить еще по ящичку. Каждому получилось бы еще больше. Короче, у меня, друзья, вышло 28 штук. Ну, чисто для эксперимента можем посчитать 29, 30, 31, 32. Мог бы втулить 32 ящичка. Но мне показалось, не нужно уже так делать. Кстати, а сколько максимально вы впихивали в циклоп? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я думаю, мне 28 с головой хватит. Единственное, самое главное, что осталось, это, друзья, каждую ящичку, конечно же, переименовать, подписать и рассортировать. Чтобы мы всегда знали, где у нас, что находится и не потеряли. Значит, с нижней палубой, хранения, складом мы с вами разобрались. Идем дальше. И пойдем с задней части корабля, друзья, и будем разбираться с отсеком модуля Краба. Так вот, я подумал, что у нас здесь будет такой пункт, зарядочно-электронный пункт. И все должно быть с кучей индикаторов, датчиков и все, что в этом роде. Короче, давайте строить. Я заблаговременно все эти ресурсы приготовил, потратил очень много на это время. Но, надеюсь, вы оцените. Короче, друзья, здесь у нас будет пункт управления. Чтобы мы смогли наблюдать, мониторить, какие параметры с циклопом. Все, что происходит с пунктом. В общем, все органы, диаграммы, все у нас присутствуют прямо на столе. Так, здесь мы собираем два ящичка, которые пойдут для хранения. Потому что все мое обустройство и базы, и транспортных средств связано с тем, что я добавляю красивый антураж, который лично нравится мне. Ну и плюс оно должно быть, друзья, полезно. Так, поэтому мы с вами собираем здесь, строим зарядное устройство энергоячек. Хотя, которые, конечно, большим образом тоже будет как антураж. Потому что, если раньше можно было брать и перекидывать свои разрядившиеся ячейки, заряжать их на циклопе, и таким образом вы получали бесконечный, скажем так, запас энергии, то потом этот баг починили. Поэтому, если вы вставите нулевую сюда, у вас какая-то энергия просто переччет по кругу, вы снова вставите, в общем, ничего вы от этого не выиграете. Сам себя циклоп не зарядит, к сожалению. Этот баг уже пофикшен. Ну, а здесь делаем ячейки, вернее, зарядное устройство для батарей. Мне понравились эти электронные приборы. Я покажу чуть позже, почему. Так, друзья, на выходе мы с вами делаем, получается, горшочки, в которых будут, конечно же, полезные растения, которые мы вместе с вами будем кушать, употреблять в пищу и повышать свой водный баланс и еды. Короче, друзья, вот эта рамочка специально, что когда я здесь буду сидеть, смотреть, проверять все показания, я видел сообщения из рубки капитанской. Будут приходить прямо на этот монитор. Ну и, конечно же, это все дело можно подписать. Подпишем просто экзокостюм Краб, потому что именно он здесь и находится. Увеличиваем эту рамочку. И я не знаю, даже давайте, наверное, а возможно, да, вот таким вот синеньким цветом и оставим. Вот здесь будет пристыковаться наш Крабецкий. Так, друзья, остался маленький штрих. Все это дело заполнить и наполнить и посадить. Взял необходимое растение и здесь я решил посадить лампионы, потому что они красивые, разлогистые и занимают, вот, позанимают весь этот уголок. Поэтому, ммм, поэтому будут они, друзья, здесь. Так, лампионы посажены. Осталось посмотреть, когда они вырастут. Ну, а вот эти все приборы мы сейчас заполним, конечно же, тем, чем и должны. В эти мы поставляем батареечки. И каждая батарейка, видите, будет сигнализировать своими показателями и индикацией. Это и есть, друзья, моя цель. Сделать побольше здесь индикаторов, датчиков, чтобы было видно, что это такой продвинутый технологичный пункт. Да, вот как-то так быстро уже у нас приходит обезвоживание. Обязательно сбегаю, потом и попью водичку и поем на базе. Пока что на базе, потому что здесь еще ничего у меня не выросло. Но вот как-то так. Вот такой вот наш технологичный пункт. Кстати, эти ящички не зря я здесь построил. Здесь у нас будут, друзья, торпеды. Потому что здесь у нас торпедационно-управленческий, не знаю, электронный пункт. Торпеды будут красным. Вот здесь приманки. Я их воспринимаю как торпеды. Так, блин, подожди. Тоже торпеды. Торпеды. И мы тоже, наверное, поставим на красный. Да, что здесь опасно. Внимание, опасность. Блин, здесь целые настоящие торпеды. Пусковик мы с вами... Пусковик. Так, раньше разве назывался? Не помню. Короче, мы с вами прокачаем. И будет там не одна точно торпеда. Ну вот какой-то такой пункт получается. А здесь экзокостюм краб. Так, когда это все дело вырасти с лампионами, посмотрим потом отдельно. Но, как вы знаете, лампионы дают нормальное количество еды. А вот с водичкой у них проблемы. Поэтому и двух лампионов нам явно не хватит. Что я, друзья, предлагаю? У меня есть тайный план, который я сейчас вам покажу. И я решил построиться там, где, в принципе, раньше ничего не строил. Подумал, а почему бы и нет? И мы там создадим, а это и есть то самое место. Отдельный пункт, друзья. Он находится за отсеком краб. Вот здесь наше хранилище. И только попадая, в принципе, в крабецкий, мы с вами можем его навещать. Здесь у меня будет пункт, как вы увидели, как я его назову. Короче, мы собираем здесь, конечно же, ящичек. И, друзья, три горшочка. Источник питьевой воды. Обязательно найдем источник питьевой воды. Но для начала мы сделаем то, что задумали. Короче, здесь три у меня горшочка. И два изготовителя аптечек. В общем, как только я буду сюда попадать, я смогу здесь восстановить свои силы, пополнить водный баланс, покушать и еще и запастись аптечками. Поэтому этот пункт, друзья, у меня будет называться... Вот так вот. Лазарет он у меня, друзья, будет называться. Как можно больше делаем. И, наверное, красненьким. Да, да, наверное, красненьким. Лазарет. А можно и зелененьким, в принципе, сделать, да? Ну, давайте сделаем зелененький в цвет наших зелененьких аптечка-изготовителей. А здесь, друзья, посадим уже самые мои любимые, конечно же, луковые деревья. Они не такие широкие, как лампионы. И мешать, я думаю, не будет. Но, конечно, оценим, когда это все дело вырастет. Вот никогда здесь не строил. Я понимаю, что здесь можно будет запас еще сделать было из ящиков. Но ящичек просто и так тьма. А вот здесь, мне кажется, отличное место. Тем более, никем не используемое. Вы здесь что-то строили или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Лазарет есть. Идем дальше. Ну, что вам интересно? Я надеюсь, интересно. Друзья, получается, это комната пункт управления. Зарядочно-устроечный и приманочный. Короче, торпедочный. Называйте, короче, как угодно. Готов. И, конечно же, отсек костюма Краб тоже подписан и написан. Ну, а здесь у нас, друзья, будет комната отдыха, друзья. Потому что отдыхать тоже нужно где-то. Я здесь все распланировал. Давайте начнем. Конечно же, у нас будет одноместная кровать. Чего я не строил, кстати, в первом выживании. Потому что она очень-очень большая. И я пытался ее притулить как можно ближе к нашей стенке. Вот там вот. Но это самое минимальное расстояние, которое у меня получилось. И вроде бы она практически не мешает проходу. Дальше строим настенные полки просто потому, что они мне нравятся, как выглядят. И такое вот создают какой-то такой домашнюю хоть какую-то атмосферу. Над этим всем делаем полочку для каких-то вещей. И здесь горшочек для растений. В этот горшочек мы посадим, друзья, растения, которые самые большие мне нравятся из маленьких. Потому что самый красиво выглядит. Воксельный кустик. Дальше, чтобы мы могли лежать на кровати, нормально наблюдать там, смотреть какие-то передачи, телевизор, сообщения получать из рубки капитана. Мы здесь строим фоторамку. Но, правда, я ее воспринимаю как монитор. Ну и, конечно же, если что-то у нас случится, мы смогли подправить свое здоровье с помощью изготовителя аптечек. Обязательно его построим. Все. Это секция, скажем так, отдыха. Именно сна готова, но поспали вы. И вам нужно, чтобы правильно позавтракать, покушать и восстановить свои силы. Для этого сделана следующая секция здесь же в комнате отдыха. Так, стул, на котором мы сможем сидеть. Конечно же, столик. Ну, а к этому столику идет уже кофе-машина. Кстати, а будут звуки или нет? Похоже, вам нужен кофе. Да, действительно, как я и говорил, друзья, в русской озвучке здесь уже сделано все. Судия Game Voice озвучила даже кофейный автомат. Так, получится приготовить? Смотрим. Дальше, друзья, наблюдая и выпивая свою чашечку кофе, мы должны смотреть тоже какие-то новости. Поэтому делаем еще один монитор. Ну и, чтобы было чем перекусить, делаем, строим торговый автомат. Будет работать. Кофе готов. Кофе готов. Спасибо. Перекусываем чипсами, запиваем это все дело кофе и лишнюю обертку или упаковку выбрасываем, конечно же, в урну. Ну и для красоты, но не только. Делаем стеллаж для растений, в который посадим растенец, о котором мы с вами сможем еще и кушать. В случае необходимости это мраморная дынька. Вот такая вот получилась у нас комната. И осталось все это дело только написать и переименовать. Ну а назовем мы, конечно же, друзья, это комнатой отдыха. Единственное, я выберу, наверное, какой. Я думаю, зелененький цвет. Он приятный, успокаивающийся. Хотя, в принципе, его здесь пересекается. Можно было бы и синеньким тоже подписать. Ну вот как-то так. Как вам такая комнатка отдыха? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Как по мне, получилось ничего. Функционально, доступно и, самое главное, полезно. Ну что, друзья, осталась святая святых. Это, конечно же, рубка управления. Я надеюсь, вам тоже нравится. И переходим дальше. Так, ну и начнем мы с пункта, где мы все будем изготавливать. Очень важный пункт, потому что в путешествиях, к которым мы с вами скоро отправимся, нам придется это все крафтить в пути. Поэтому, конечно же, обязательно строим здесь изготовитель. К нему в комплекте мод-станция, в которой мы будем модифицировать наши модули управления. Ну и чтобы было все, что слаживать, все самое первое и необходимое, делаем вот такой вот настенный шкафчик. И еще один настенный шкафчик будет вот здесь. Вот такой вот запрятанный. Здесь у нас место для еще одного пункта управления, или нашего штурмана. Если он у нас вообще будет. Ну и чтобы штурман что-то мог там смотреть, конечно же, у него будет еще один дополнительный монитор. Немножко смещен, потому что стул штурмана вот так вот стоит здесь. Кто качает, кто шатает наш циклоп? Ё-моё! Потому что, друзья, смещен, потому что здесь люк, который открывается. И понимаете, чтобы не прибил этот штурмана. Люк не втоптал его в стену, поэтому несколько смещен стул. Но больше он ничему вроде бы не мешает. И все у нас получилось вроде бы хорошо. Что за звуки? Не пойму. Друзья, я старался сделать циклоп, чтобы он отличался от предыдущего выживания. Но вот именно место для радио лучше я не нашел. Мне кажется, оно здесь очень тематично, выглядит классно, поэтому будет прямо на этом месте, что и в прошлый раз, что и в первом сезоне нашего выживания. Все остальное, насколько я помню, вроде бы отличается. Мод-станция была здесь, но изготовитель точно был не здесь. А так вообще все по-разному. Так, давайте это все дело, друзья, подпишем. Хотел назвать капитанский мостик, но мне кажется, это было в прошлый раз. Поэтому давайте назовем рубка управления. Ну и выберем цвет для нее, мне кажется, желтенький. Будет очень даже, наверное, ничего. Как-то так, друзья. И последний важный, очень важный штрих. Вы помните, в прошлом сезоне, кто смотрел, друзья, я там называл, вернее, я здесь строил стул, капитанский стул, и спрашивал, оставить, не оставить, чтобы сидеть и смотреть. Но вы тогда проголосовали, что не надо, он, мол, мешает. И я также и решил и сделать. Больше мы здесь стул по центру ставить не будем. Друзья, у меня появилась шикарная идея. Ну, как мне кажется, я решил несколько даже переиграть, и просто вот пришло озарение еще в самом конце. Короче, я решил сделать здесь, друзья, командирские кресла по бокам которой. Потому что по центру, как вы помните, голосовали, вам не понравилось, да и действительно оно бы мешало. А вот здесь два помощника, командира, которые могут сидеть, могут вот так вот смотреть и наслаждаться. Наслаждаться видом, конечно, помогая своими подсказками. Но это еще не все. Когда я все строю, я говорю, что якобы здесь придут люди или будут мои какие-то напарники по выживанию. Возможно, мы отыщем выживших и будем выживать вместе. Так вот, друзья, у меня они появились. Нет, это не белочка. У меня появились реальные, реальные напарники. И я вам сейчас их покажу. Так, короче, вот мои, друзья, напарники, которые будут мне помогать. И они, кажется, немножко глючные, да? Так, а ты получится тебя посадить или нет? Вы посмотрите, циклоп движется, и они вместе со мной. Я, короче, хотел посадить на все стулья, друзья, вот таких вот помощничков. Но мне кажется, они немножко багнутые. Либо помощнички, либо стурия. Короче, маленькие эльфы-лепреконы, да? В виде первого ютубера, кстати, который обозревал Сабнатику, как вы мне подсказали в комментариях, потому что это я узнал именно благодаря вам. И вот студия Анну Уоллс решила таким образом отблагодарить его и увековечить, скажем так, в своей игре. Поэтому теперь он может... Да, как быстро уходит водичка? Теперь посмотрите, мы с вами могли бы сделать кучу вот таких вот помощничков. Правда, мне кажется, они какие-то глюканутые. Немножко глюканутые, потому что этот вот уже точно уехал. Так, а если тебя разобрать, чтобы я тебя собрал... Да блин, нет, кресло нормально, кресло не надо. Кресло все хорошо. Кресло разбирать не надо. Я хотел тебя, дружище, перенести вот сюда. И установить тебя еще... Вы слышали, он сказал, меня зовут Марк Эплай, да, и приветствую в Сабнатике. Прикольно, прикольно. Нет, разобрать, я тебя не хочу, я хочу просто... Он еще, друзья, издает звуки. Прикольно, короче, вот вам, кто будет помогать мне в управлении моим циклопом. Ну, как вам такой помощничек? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Здесь он будет вместо меня еще и кушать, блин, как вы понимаете. Ну, а здесь вместе со мной сидеть и наслаждаться вот этим красивенным видом. Ну, и подсказывать, возможно, пути, как можно проникнуть в самые дальние глубины Сабнатики. Так, вот, короче, друзья, как-то так у меня получилось. Давайте посмотрим еще раз. Это наша рубка управления. Здесь есть все. От радио до кресел, до помощничка вот таких вот. Место штурмана. Место, где мы с вами сможем крафтить все, модифицировать. Ну, и называется, конечно же, рубка управления. Вот как-то так мы ее с вами обстали. Дальше, когда мы устанем, мы переходим в комнату отдыха. Кровать, аптечечка, мониторы. Воксельный кустик уже вырос. Красиво смотрится, мне нравится. Можно принять чашечку, сделать чашечку кофе. Можно съесть чипсов, перекусить. Посмотреть новости, что здесь творится. И закусить мраморной дынькой. Если вам захочется после себя, не забудьте выкинуть весь мусор в эту урну. Кофе готов. Кофе готов. Перекусим. Давайте вот так вот сделаем и пойдем дальше. Экзоскелет. Костюм краб находится вот прям под нами. Лампиончики наши уже тоже начинают расти. Можем немножечко... Слышные показатели стабилизированы. Покушать. Здесь немножко плодов и водичку они восстанавливают не очень. Но для воды у меня есть другие растенцы. Ну и наш вот пункт, за которым тоже Марк Тварь следит очень внимательно. Да? Хорошо. Следит. Все по 100%. Все у нас заряжается. Тут будут складироваться торпеды наши друзья. Ну а здесь я решил ничего не строить, потому что мало места. Ну и давайте посмотрим, что же у нас там получилось с нашим лазаретом. Сможем ли мы здесь ходить? Не будет оно мешать? Нет? Не будет, друзья. Посмотрите. Аптечки делаются. Аптечки можно изымать. Это наш лазарет. Ну и посмотрите. Луковые деревья. Можно рубить. Три луковых дерева. Я думаю, мне хватит, друзья, с головой. В прошлый раз у меня было, кажется, даже два и хватало. А теперь у меня есть три луковых дерева и два лампиона. Так что, я думаю, это вообще без проблем. Вот такой вот у нас получился лазарет. Неплохо. Я думаю, эта комнатка вообще мало кем употреблялась. Ну и дальше, конечно, друзья, склад, в котором будет абсолютно все. Мне кажется, хватит, чтобы запастись любыми, любыми ресурсами. Вот как-то так, друзья. Ну что, как вам такой циклоп? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Нравится, не нравится? Хотели бы обустроить его так, как я. Это хорошо, но нужна еще какая-то, друзья, польза. А для пользы у нас есть модули, с которыми мы должны обязательно справимся. И это модули глубины погружения циклопа, модуль эффективности двигателя, мне кажется, у нас есть на базе, мы его с вами находили, когда исследовали обломки авроры. Генератор щита циклопа, обязательно гидролокатор циклопа, система пожаротушения, которую мы не сможем пока что сделать, улучшение камеры приманок и модуль теплового реактора циклопа, тоже не сможем взять, потому что нет кианита. Ну, давайте хотя бы сделаем те, что мы с вами сможем сделать. Хорошо, когда у тебя есть все ресурсы, или все растет под боком, рядышком в твоих грядках. В общем, как вы поняли, я, друзья, сделал и запас все необходимые ресурсы, но я надеюсь, если я не ошибся, подожди, мне кажется, одно забыл. Вот он, друзья, модуль эффективности циклопа двигателя мы с вами находили, когда исследовали, я не помню, то ли авроры, то ли обломки авроры, но точно находили, идя по сюжетным координатам, скажем так. Добро пожаловать на борт, капитан, все системы активны. Добро пожаловать на борт, как здесь мои помощнички, все нормально, сидят, все нормально, сидят, как все, все хорошо, все хорошо, управляют. Этот, ты, ты, наверное, жрешь, да? Короче, хорошо, вот этот мне нравится больше всего. Друзья, давайте это все делать сейчас скрафтим и прокачаем уже по максимуму на текущий момент, что мы можем наш циклопчик. Так, а подожди, а зачем я тут? Я же правильно, значит, шел. Значит, я шел вот к этому еще второму изготовителю, с помощью которого мы с вами и будем все крафтить. Во-первых, конечно же, модуль глубины погружения циклопа делаем в обязательном порядке. Первый пошел. Конечно же, это будет генератор щита циклопа, который позволит, блин, спасаться от оливиафанов, личинок и прочее, энергетических пиявок, точнее, и прочее. Гидролокатор циклопа поможет не потеряться и найти путь назад или к нашей цели. Ну и, конечно же, улучшение камеры приманок циклопа, потому что одна приманка или торпеда, как можно ее назвать, это вообще ни о чем не хватит. Хотя, ну, в принципе, смотря в каких ситуациях. Ну и, друзья, система пожаротушения пока что мы с вами не можем сделать, потому что у нас нет кристаллической серы, потому что сера появится только в том месте, в котором мы с вами будем только отправляться. И модуль теплового реактора нереально пока нам сделать, потому что у нас нет кианита, но он уже в самой практически последней или предпоследней локации. Что же, давайте это все дело с крафтем и прокачаем наш циклопчик. Так, друзья, ну что, вставляем самый первый, конечно же, это будет модуль глубины погружения и таким образом у нас уже 900 метров, как максимально прокачанный мотылек получается на трех модулях, на модуле третьего уровня, а здесь вот уже с первого, вернее, с первого модуля здесь уже у нас погружение, глубина погружения 900 метров. Дальше мы вставляем генератор счета циклопа обязательно нужен. Дальше мы с вами вставляем гидролокатор, дальше модуль эффективности двигателя, потом который возможно заменится, но и улучшение камеры приманок. Остается еще один слотик, который, к сожалению, пока что заполнить мы с вами не можем, но можем заполнить кое-что другое. Посмотрите, пусковик приманок, вместо одной теперь торпеды можно вставлять целых пять, и это радует. Поэтому я взял серебро, которое у меня имелось, и давайте скрафтим еще и этих, а где они кстати здесь находятся, а вот, блин, комплект, а, все правильно, значит, мы с вами сразу делаем комплекты проводов, на один комплект проводов тратится два серебра, поэтому это несколько не дешевая занятица, нужно будет еще серебра подсобирать, но у меня есть какое-то его количество, поэтому сделаем сколько сможем, так, есть, а теперь это все дело перегоняем в приманки для существ, и из одного комплекта крафтится сразу три приманки, блин, поэтому мне не хватило титана, но титан это самое легкое, поэтому я быстренько сюда же и вернулся, продолжаем крафтить, друзья, это у нас уже второй комплект из трех, это третий комплект, главное, чтобы хватило вместо в инвентаре, это четвертый комплект, и если будет пятый у нас поместится, это получится целых пятнадцать приманок, то есть пять, мы сразу же забросим в пусковую шахту, скажем так, вот так вот, раз, два, три, четыре, пять, вот так вот, пять торпед у нас готово, остальные ложим, друзья, вот в эти ящички, которые я здесь специально и сделал, десять штучек есть, можно будет сделать, еще десять штук, хватит с головой на все наши приключения, я думаю, ну и вот как-то так, теперь мы, получается, полностью вооружены, ну вернее защищены, потому что вооружения в игре нет, и нам останется сделать всего лишь два модуля циклопа, нужно будет сделать все необходимые реагенты, кроме кристаллической серы и кианита, чтобы у нас были в наличии, чтобы потом просто это все дело, друзья, скрафтить, ну и вот как-то так у меня получился циклопчик, не знаю даже, как его назвать, называется он у нас-то самурай, просто в прошлый раз я делал циклоп для мультиплеера, называл его, для команды, ну а здесь у меня уже, как вы видите, команда набрана, это кресло мое, я здесь типа буду плавать, все нормально, в общем, если вам такой, друзья, циклоп понравился, обязательно напишите в комментариях, выбирайте ответ во славящей подсказке, мне интересно ваше мнение, на подготовку этой серии я потратил 4 часа только на планировку и сбор ресурсов, поэтому уже, да, плюс еще на съемку, да, короче, уже голос садится, в общем, я заморочился, надеюсь, вы оцените, надеюсь, вам понравилось, если есть еще какие-то советы, предложения, рекомендации, вот здесь как-то пустовато, можно было чуть-чуть каких-то мониторов, еще парочку, допустим, и добавить, ну, в общем, что думаете, пишите обязательно, друзья, в комментариях, я все комментарии читаю, ну, и напоминаю, что кроме сабнатики с русской озвучкой студии Game Voice, есть первый сезон выживания по сабнатике, кому интересно, есть у нас, конечно же, прохождение, продолжение, называется она сабнатика Беллоу Зеру, идет полным ходом, 58 серий, только первого сезона оснята, сейчас идет репрохождение первой оригинальной истории там сабнатики Беллоу Зеру, конечно же, серии новостей по этой тоже новой, замечательной игре, потому что, если студия может, сразу видно, что из этого получается, и я думаю, в итоге она не подведет, хотя там карта намного меньше, но более, скажем так, насыщенная, к сожалению, не успеем мы в этой серии, друзья, добраться до постройки нашей уникальной базы на Гребе, но я ее запускать, конечно же, не буду, обязательно мы с вами будем ее продолжать строить и развивать, нам нужно подумать, как, у меня есть еще идейка, как вот здесь сделать на верхних участках очень интересное сооружение, ну и конечно же, в следующий раз, наверное, уже отправимся в затерянную реку, будем там смотреть, сканировать призрачного Левиафана и искать уже необходимые ресурсы, вы посмотрите, у нашего циклопа от нашей меблировки просто оторвало башню, антенны и вот поисковые устройства просто отделились от циклопа, но мне кажется, это какой-то баг или глюк, потому что так быть не должно. В общем, друзья, если вам серия понравилась, не забудьте оценить ее лайкосиком, поделиться этим видео с друзьями и проголосовать в вопросе во всплывающей подсказке. У кого есть возможность, поддержите развитие канала, оформим VIP-подписочку на Boosty, ну а так, конечно, всем спасибо, кто досмотрел до конца, подписывайтесь, ставьте пальчик вверх и, конечно же, до скорой встречи в новом видео.